МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подробности через несколько минут. Священник из Дрокевского района вчера обнаружил, что в пасхальную ночь к нему в дом проникли воры. Служителя церкви ограбили на 200 тысяч леев. В Швеции стартовал самый популярный музыкальный конкурс Евробидения 2024. Официальное открытие состоялось вчера вечером, а завтра на сцену выйдет представительница Молдовы Наталья Барву. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Государство намерено спасти программу примакассы. В прошлом году для приобретения жилья ею воспользовались всего 60 человек. Примакасса, которая задумывалась как способ помощи молодым людям, перестала быть актуальной, поскольку условия финансирования устарели, и обычные банковские кредиты стали более привлекательными, чем госпрограмма. Об этом говорят эксперты по недвижимости, с которыми соглашаются представители власти. Правительство заявляет, что намерено модернизировать условия и тем самым вернуть примакассы привлекательность. Агенты по недвижимости отмечают, что в прошлом году приобретение жилья по программе примакассы было скорее исключением, чем правилом. В 2018 году около 20-25% покупок жилья, которые делались через ипотечный кредит, проходили по программе примакассы. Сейчас, к сожалению, люди все реже убирают этот способ. В прошлом году у меня вообще не было ни одного такого клиента, и в целом на рынке их было очень мало. В этом году у меня был один или, может, два клиента с такими запросами. Специалисты говорят, что получение кредита через примакассы процедура очень бюрократическая. Но дело даже не в этом. Проблема заключается в том, что обычные ипотечные кредиты стали гораздо привлекательнее государственной программы. Процент примакассы в прошлом году был самым высоким с момента запуска. Пакет документов довольно объемный. В том случае, если с годами семья расширяется и решает переехать из одного жилья в другое, процедура продажи его гораздо сложнее, чем в банке. Чтобы купить другую квартиру, вам придется погасить кредит в стопроцентном объеме. Процентные ставки в этом случае должны быть по сравнению с обычными кредитами намного ниже. Но мы видим, что сейчас есть банки, которые предлагают процентную ставку в 7,5%. Соответственно, для примакассы было бы нормально предлагать хотя бы 6,5 или 7%, чтобы привлекать людей пользоваться этой программой. Еще одна причина снижения привлекательности программы – максимальная сумма, которую может предложить банк. Сейчас речь идет о том, что стоимость жилья не должна превышать миллион леев, то есть чуть больше 50 тысяч евро. Но дело в том, что цены на жилье с 2018 года существенно выросли, и теперь квартиру площадью в 60 квадратных метров можно купить в Кишиневе не меньше, чем за полтора миллиона. Сегодня молодым семьям или людям, у которых ограничен бюджет, очень сложно подобрать что-то привлекательное за 1 миллион леев. Я бы даже сказал, что таких предложений фактически не существует. Суммы, которые можно получить в банках, гораздо выше той, которую предлагает примакасса. Ее нужно как минимум удвоить, тогда граждане станут вновь обращаться к этой программе, но при условии, что и первый взнос будет гораздо меньше. В Министерстве финансов утверждают, что прилагают усилия к спасению проекта, чтобы у молодых людей была возможность приобрести собственный дом, поскольку жителям нашей страны для того, чтобы накопить на жилье, нужно буквально работать всю жизнь. Правительство намерено предложить внести изменения в проект. Зависеть они будут от последствий для бюджета и реальных возможностей государства. Один из планов – увеличение потолка кредита. Прежде всего, речь идет об увеличении суммы. Скорее всего, мы можем рассчитывать на 2,5 миллиона леев, но еще будет видно. Мы говорим о том, что люди должны получить от этого выгоду. В конечном итоге, мы должны предоставить эту возможность гражданам, которые работают в Молдове и платят тут налоги. И мы должны понять, насколько возможно увеличить количество этих субъектов, которые обладают правом подавать декларации. Также речь идет о гарантированной государством квоте. Она составляет 70%, но, возможно, мы сможем обсудить увеличение этой квоты, чтобы стимулировать банковскую систему, инвестировать в этот проект и участвовать в нем. В 2022 году люди, которые приобрели жилье по программе «Примакаса», буквально в один миг осознали, что теперь их ежемесячные платежи по ипотеке вырастут на 2, 3 или даже 4 тысячи леев. Случилось это после того, как банки повысили процентные ставки. Тогда участники программы провели серию протестов в центре Кишинева, а затем правительство выступило с решением. Максимальная ставка, применяемая банками, ограничилась тремя процентами, а государство взяло на себя расходы по половине сумм, которые прибавились к выплатам после повышения. Когда сильно выросла ставка рефинансирования, выросли процентные ставки и выросли расходы бюджета. В 2022 году наши затраты составили 80 миллионов леев. На 2023 и 2024 годы мы планировали 160 миллионов. Мы практически удвоили эти затраты. Соответственно, исходя из этого, мы тоже должны быть осторожными. Программа Примакаса была запущена в 2018 году. В первый год воспользовались ею 1119 человек. Но пик успеха Примакасы пришелся на следующий год. В 2019 жилье по этой программе приобрели 2700 молдаван. Людей привлекали возможности, которые предоставляла государство. Однако пандемия коронавируса перевернула все с ног на голову. В 2020 году спрос на Примакасы упал, и обладателями жилья по госпрограмме стали всего 1397 человек. В 2021 ситуация стабилизировалась, но уже спустя год спрос на Примакасы оказался в сильнейшем упадке. Бенефициарами программы стали всего 555 человек. А в прошлом году стало совершенно понятно, что Примакаса требует вмешательства либо ликвидации, поскольку количество проданного по программе жилья указывает на ее неэффективность. Сейчас по программе Примакасы куплено чуть более 8200 квартир и домов на сумму 4,5 миллиарда леев. Воспользоваться Примакасой может любой гражданин Молдовы в возрасте от 18 до 50 лет. Кредитный договор может быть заключен на срок до 25 лет. При этом государство гарантирует 50% от суммы сделки. Заявитель должен внести минимальный первоначальный взнос в размере 5% от стоимости жилья. В пасхальную ночь священник остался без 200 тысяч леев. Воры проникли в его дом, опустошили сейф, после чего скрылись. Инцидент произошел в селе Пеления Дрокевского района. О том, что говорят по этому поводу правоохранители, узнаете далее. 5 мая около 12.35 в полицию Дроки поступило сообщение об инциденте, произошедшем в ночь с 4 на 5 мая. 39-летний мужчина из села Пеления Дрокевского района сообщил, что неизвестные проникли к нему в дом, разбив окно и похитили сейф от деньги в разной валюте. Когда священник обнаружил, что его ограбили, обратился в полицию на следующий день. Общая сумма ущерба составляет более 200 тысяч леев. Полиция Дроки начала расследование и ищет виновных, личности которых пока не установлены. В этом контексте правоохранители призывают людей быть осторожными при хранении своих ценностей и обеспечении безопасности своих домов. Серьезный пожар в районе озера Дэнчэнь. Пламенем уничтожено 20 гектаров Камышан. По словам пресс-секретаря ГЧС, чтобы локализовать огонь, пожарным потребовалось несколько часов. Обо всем подробнее в следующем сюжете. Эти кадры были сняты сегодня свидетелями около пяти часов утра. Пожар, охвативший растительность вокруг озера Дэнчэнь, быстро распространился из-за ветра. Пожар на озере Дэнчэнь дошел уже до дамбы. Полчаса назад буквально здесь все горело. Горит камыш. Пожарные не справляются. Пять утра, шестой мая. Весь двор в пепле. Все в пепле. Пожарным потребовалось несколько часов, чтобы локализовать огонь. На место происшествия прибыла бригада спасателей, потушила 20 гектаров камыша. В результате инцидента никто не пострадал. Обстоятельства и причина пожара будут установлены позже. Учитывая, что поблизости нет электросети, вероятнее всего причиной пожара стали люди. В связи с этим ГЧС призывает граждан не разжигать пламя вокруг сухой растительности, особенно в жаркую и ветреную погоду. Украинцы уже третий год празднуют Пасху в условиях войны. Отдохнуть от боевых действий и помолиться солдаты могли в окопах и импровизированных лагерях, куда священники, одетые в военную форму, приносили для них традиционные праздничные блюда. В населенные пункты, куда служители церкви добраться в данный момент не могут, волонтеры доставляли Пасхи с помощью дронов. В городе Константиновка Донецкой области мирные жителей военные уже третий год празднуют Пасху в условиях войны. Дегустируя традиционную выпечку, украинские солдаты с теплотой вспоминают пасхальные праздники, проведенные в кругу семьи. Скучаем по семьям. Не так сильно чувствуется этот праздник здесь, чем дома. Мы пойдем вперед и на этом месте может быть и последний раз, но будем идти только вперед. И встретим Пасху на Урале. Так что все будет на вами. Победа за нами. Хочется, чтобы поскорее закончилась эта война. Хочется, чтобы вернуться к родным и праздновать Пасху с близкими, с побратимами в другой обстановке, чтобы было мирное небо над головой. Всех с праздником! Христос воскрес! И всех с праздником! Христос воскрес! Константиновка – один из ключевых городов, контролируемых Украиной в промышленно развитом регионе Донбасса. Аналитики говорят, что город может стать следующей целью Москвы, если часа в яр падет. Жители и гости села Грушево отметили второй день Пасхи фестивалем пасхальных колядок и традиций. Сегодня в местном Доме культуры выступило 12 фольклорных ансамблей. На праздники присутствовали и ремесленники, которые привезли сюда свои самые ценные работы. В селе Грушево Криулянского района сегодня прошел фестиваль пасхальных колядок и традиций. 12 районных ансамблей собрались в местном Доме культуры, где пели о воскресении Господа и мире. А хореографический номер малышей покорил сердца всех гостей фестиваля. На мероприятие пришли народные умельцы. Анжела Реницы из села Чуреску привезла на фестиваль не только пояса ручной работы, но и ткацкий станок, чтобы показать людям, как создаются элементы национального молдавского костюма. Я принесла свой инструмент. Это старый инструмент. У нас в Молдове таких практически нет. С его помощью можно сделать уникальные пояса. Если посмотрите в эту корзину, они все разные. Два-три часа в день работаю над созданием пояса. Занимает эта работа больше недели. Смотрю, у вас несколько ангелочков разного размера. Как долго над ними работали. Такие работы отбирают много времени. Много тружусь над деталями. Сначала делаю тело, а само оформление занимает много времени. Эта женщина из села Балбанеж на праздник приехала с разными вкусностями. Плацинды с овечьей брынзой, зеленью и луком. У нас есть козунак и священная пасха. Еще сладкие рогалики и рулет. А также горячие голубцы и свежих виноградных листьев. Когда вы успели все это приготовить? Хочу вам сказать, где-то до трех часов ночи готовила. Со вчерашнего вечера и до трех ночи мне удалось это все приготовить. Жители села Грушево рады, что в этом году в их селе проходит фестиваль пасхальных калядок и традиций. Мне очень нравится, очень красиво. Праздник как для детей, так и для взрослых. Пасхальные калядки очень красивые. Это мне напоминает о детстве. Очень приятная и интересная атмосфера. Браво, очень красиво. Люди просто все прекрасные. Все чудесно. В церковь ходила. После этого с коллективом пришли сюда. Ежегодно в Креулянском районе проводится фестиваль пасхальных калядок и традиций. Мероприятие каждый раз проходит в разных селах. Уже завтра в шведском городе Мальмио пройдет первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2024». И уже завтра на сцену выйдет представительница Молдовы Наталья Барбу. Между тем, в столице Евровидения обеспечиваются максимальные меры безопасности. Связано это с напряженностью, возникшей из-за войны между Израилем и группировкой «Хамас». Полицейские установили специальные заграждения и патрулируют сцену, где будет проходить шоу. Официальный старт конкурсу был дан вчера традиционным выходом всех музыкантов на бирюзовую ковровую дорожку. Официальное открытие 68-го международного песенного конкурса «Евровидение» состоялось вечером 5 мая. По традиции представители всех стран-участников прошлись по бирюзовой ковровой дорожке, представив себя журналистом и восторженным фанатом. Некоторые рассказали о том, чем вдохновлялись при написании песен, которые уже через день будут звучать со сцены Евровидения. Наша песня в том числе и о том, насколько женщины на самом деле сильные, потому что сегодня мир держится на плечах этих многих женщин, на плечах, которые, кажется, сделаны из стали. Я здесь, чтобы рассказать историю, чтобы показать миру, что нормально, когда ты испытываешь эмоции перед лицом какой-то потери, когда ты ищешь себя, когда делаешь это ради детей. Это мой основной посыл. Надеюсь, этот год будет годом Франции, поскольку я надеюсь, что он станет годом любви. Это моя тайная мечта, которую я храню в сердце и с которой я поднимусь на сцену. Я поднимусь на сцену. В Мальмео проживает большая мусульманская община, причем основные группы выходцы из Ирака и Сирии. В этой связи власти Швеции ожидают, что день первого выхода артистов на сцену будет сложным, с протестами и напряженной обстановкой в обществе. Поэтому усилены меры безопасности. Главная сцена конкурса тщательно досмотрена и охраняется полицейскими. Конечно, мы ожидаем, что пройдут какие-то демонстрации и люди будут выражать свое мнение. Право на протест строго защищается Конституцией Швеции. Так что акции с самого начала были частью нашей работы по планированию мероприятий для Евровидения. Мы чувствуем, что готовы взять на себя любые события, которые могут пройти в Мальме. Наша задача в данном случае обеспечить организованное проведение этих протестов. 7 мая первый полуфинал конкурса, в котором выступит и представительница Молдовы Наталья Барбу. Песня «In the Middle» прозвучит со сцены Евровидения под номером 11. В социальной сети Наталья Барбу опубликовала видео. Поклонники смогли увидеть наряд, в котором исполнительница будет участвовать в шоу, а также получили возможность виртуально побывать на репетициях номера, представляющего нашу страну. Наталья Барбу представляет Молдову на Евровидении уже во второй раз. В 2007 году со сцены в Хельсинки прозвучала песня «Fight», которая принесла нашей стране 10 место. Первый и второй полуфиналы Евровидения пройдут 7 и 9 мая. О том, в какую страну уедет конкурс из Швеции, станет известно 11 мая. Именно в этот день состоится финал. На этом завершаю выпуск новостей. В студии для вас работала Ирина Стрябко. Я желаю всем хорошего вечера и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова